Просьба учеников научить их молиться После встречи этой с законником, Иисус, по всей вероятности, продолжал путешествие по Галилее. И вот один из учеников Его попросил научить их молиться, и сослался, например, на крестителя, научившего своих учеников. Надо полагать, что этот ученик был не из двенадцати апостолов, которых Иисус научил молиться раньше этого. Исполняя просьбу ученика, Иисус произнес ту же молитву, которую учил апостолов в Нагорной проповеди, смотрите об этом выше, а затем и то же самое учение о неотступности в молитве. Некоторые толкователи полагают, что евангелист Матфей соединил в одну Нагорную проповедь много поучений Иисуса Христа, сказанных им в разное время. Если считать это мнение основательным, то придется признать, что Иисус не во время произнесения им Нагорной проповеди, а только теперь впервые научил своих учеников молиться. Но такое заключение более чем неправдоподобно. Трудно допустить предположение, что Христос лишь в конце своего служения научил своих апостолов молиться. В то время, к которому относятся повествования евангелиста Луки, Иисус изложил уже перед апостолами все свое учение, и ему оставалось лишь убедить их, что ему по воле Отца Его надлежит пострадать, быть убиту и воскреснуть в третий день. Следовательно, силе неотступной молитвы и самой молитвы он научил их значительно раньше. Молитва Господня, записанная евангелистом Лукой, не вполне тождественна с молитвой, записанной евангелистом Матфеем, в отношении просьбы о хлебе насущном. От Матфея, глава 6 стих 11 «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» От Луки, глава 11 стих 3 «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день» Думаю, что тут нет никакого противоречия. Во-первых, евангелист Лука записал не ту молитву, которую Господь преподал в Нагорной проповеди, а другую, которую он значительно позже научил молиться, постоянно ходивших за ним слушателей, учеников. А Господь мог несколько изменить прежде данную молитву. Во-вторых, в молении о хлебе насущном главная мысль выражена словом «насущный», а не словами «сей» или «каждый». Христос научил нас просить у Бога только того, без чего мы не можем существовать, что составляет существенный, насущный предмет наших потребностей, но не более. Поэтому, просим ли мы хлеба насущного на сей или на каждый день, это нисколько не изменяет главной мысли. К тому же, молясь каждый день о даровании нам хлеба насущного на сей день, мы невольно привыкаем к мысли о том, что молим о даровании нам его на каждый день моления или на сей день, что одно и то же. И ученики Господни могли таким образом невольно изменить это слово молитвы, а с их слов, вероятно, и записал эту молитву евангелист Лука. По сказанию евангелиста Луки, учению о неотступности молитвы, Иисус предпослал притчу о человеке, пришедшем к другу своему в полночь просить три хлеба. Просьба была заявлена крайне несвоевременно и, однако, была исполнена, и притом не по дружбе, а по неотступности ее. Применяя эту притчу к обращающимся к Богу с молитвой, Христос сказал, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам» от Матфея 7-7. В словах «просите, ищите, стучите» невольно слышится, как неисполняемая в начале молитва, при постоянном повторении ее, доходит до неотступности, как она смело и уверенно стучится в двери милосердия Божия. Субтитры создавал DimaTorzok